Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Вы мне успели перед эфиром сказать, глобальное потепление – это лекция будет или дискуссия? Это будет дискуссия. Ага, так, давайте плавно переходить от лекций к дискуссиям. И так, лекции будут? Будут еще и дискуссии по формату «Одна сторона против другой стороны». Первая – это дискуссия, где быть экологией в географии или в экологии. Ну, а вторая – это глобальное потепление, миф или реальность. Мне кажется, здесь будет аншлаг. Всем интересно, почему у нас климат так меняется. Возможно. И мы на это очень надеемся, что наш фестиваль привлечет не только специалистов, но и рядового обывателя, которому хочется что-то новое узнать. Вот скажите, вы разделили фестиваль на четыре дня. День науки – это будет четверг. В пятницу будет… День природы. День природы. В субботу – день этнографии. И в воскресенье – день туризма. Соответственно, по всем этим темам множество событий. Давайте сразу скажем, где расписание можно найти. Расписание можно найти на сайте www.geofest59.ru www.geofest59.ru Там будет подробное расписание. Есть ли какие-то ограничения в посещении каких-то мероприятий? Все… Посещение всех событий – они бесплатные. Бесплатные. А по количеству, например, ограничения? Может быть, маленькие залы где-то надо заранее прийти и записаться? Ну, безусловно. На лекцию лучше приходить немного пораньше, потому что Дом народного творчества, губерния Пермский Дом народного творчества – все-таки большая площадка. Но, возможно, она не вместит всех желающих. Это будет здорово. Да, я думаю, что этому будут все рады. Конечно. И скажите, пожалуйста, какие, ну, скажем так, самые любопытные гости из других регионов к нам приедут? Ну, например, к нам приезжает камышинский путешественник Иван Ширяев, который будет рассказывать о своих автопутешествиях по России. В этнографическом плане приезжают некоторые коллективы, и они будут представлять этнографический концерт «Старьки сказывали». А также будет «Ночь ремесла», где мастера покажут различные мастер-классы. Прям по-настоящему ночью или поздно вечером? Прям по-настоящему поздно вечером. Вечерки такие получаются. Но он называется «Ночь ремесла», и можно будет чему-то научиться. Безусловно. Это будет суббот. А день туризма? День туризма. В день туризма, во-первых, мы покажем, как правильно собирать, разбирать палатки. Это будет на открытом воздухе. А, практические навыки. Мы очень надеемся, что будет хорошая погода. Во-вторых, мы пообщаемся на тему, как же развивать туризм в Пермском крае. И мы думаем, что это мероприятие может заинтересовать сотрудников туристических фирм. В-третьих, мы расскажем о новом для Пермском края природном парке, который, мы очень надеемся, в ближайшее время будет создан. Это что за парк? Это так называемый природный парк, особо охраняемая природная территория, которая создана не только для охраны природы, как, например, заповедники, но и для развития туризма. И вот мы очень надеемся, что с созданием природного парка еще большее количество туристов потянутся к нам в Пермский край и будут себя комфортно чувствовать в путешествиях по нашим родному парикам. Заинтриговали, Андрей Аркадьевич. Прям захотелось прийти и послушать. Что за парк-то? Где будет? Где гулять? Нет интригу, сохраняем. В воскресенье, в день туризма на Геофесте. Вы все подробно всем заинтересованным лицам расскажете. Итак, еще разочек давайте напомним. Геофест впервые проходит в Перме. Это фестиваль популяризации науки и одновременно увлекательное времяпрепровождение. Дом народного творчества губерния приглашает. Советская армия 4. Советская армия 4. Часть событий пройдет на территории Пермского классического университета. И скажите, пожалуйста, в какие часы начинаются мероприятия, то есть от и до? Ну, как правило, они начинаются часов в 11 и заканчиваются часов в 7-8, но ночью ремесло чуть подольше. Да, это отдельная история. Хорошо, Андрей Аркадьевич, спасибо вам огромное. Мы желаем вам удачи. Я думаю, что непременно наши корреспонденты побывают на каких-то событиях и расскажут нашим зрителям. И, конечно, будем надеяться, что это не последний фестиваль. Очень увлекательно звучит. Мы тоже надеемся на это. Спасибо. Удачного дня. Вам, уважаемый, напоминаю, что сегодня о фестивале Геофест 2015 нам рассказывал один из организаторов и инициаторов этого фестиваля. Андрей Зайцев, доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы Пермского классического университета, кандидат географических наук. С четверга по воскресенье все об увлекательнейшей науке географии и этнографии. Ищите на geofest59.ru.